Привет, друзья! Давайте-ка немного разберем, что такое ядерный магнитный резонанс. У меня есть на канале видео-шортс, но вот были вопросы. Решил записать для вас видео немного теории и с иллюстрациями. Итак, ядерный магнитный резонанс, сокращенно ЯМР, это явление резонансного поглощения радиочастотной электромагнитной энергии веществом с нулевыми магнитными моментами ядер, находящимися во внешнем постоянном магнитном поле. Ненулевым ядерным магнитным моментом обладают ядра водорода-1, водорода-2, С-13, азота-14, азота-15, фтора-19, кремния-29 и других. ЯМР обычно наблюдается в однородном постоянном магнитном поле В-0-воя, на которое накладывается слабое радиочастотное поле В-1, перпендикулярное полю В-0. Для веществ, у которых ядерный спин И равно 1-2, это водород-1, углерод-13, азот-15, фтор-19 и другие, В поле В-0 возможны две ориентации магнитного дипольного момента ядра мю по полю и против поля. Возникающие два уровня энергии Е за счет взаимодействия магнитного момента ядра с полем В-0 разделены интервалом дельта Е равно 2 мю на В-0. Техника эксперимента параметра спектров ЕМР. На явлении ЕМР основана спектроскопия ЕМР. Спектры ЕМР регистрируют с помощью радиоспектрометра. Образец исследуемого вещества помещают, как сердечник, в катушку генерирующего контура поля В-1, расположенного в зазоре магнита, создающего поля В-0, так что В-1 перпендикулярно В-0. При ню-0 равно омега-0 наступает резонансное поглощение, что вызывает падение напряжения на контуре, в схему которого включена катушка с образцом. Падение напряжения детектируется, усиливается и подается на развертку осциллографа или записывающее устройство. В современных радиоспектрометрах ЕМР обычно используют магнитные поля напряженности от 1 до 12 Тесла. Область спектра, в которой имеется детектируемый сигнал с одним или несколькими максимумами, называется линией поглощения ЕМР.